видосик снять видосик снять вечер добрый это для того чтобы видосик снять на самом деле внезапно обнаружил поправьте миссию не прав что у меня на канале нет обзор вот этой прелести олимпус 35 rc хотя может быть я так его запрятал что не нашел но отснять на него недавно одну пленку я решил я не нашел старый обзор если он был то я нашел решил сделать еще один обзор а вот это дальномерная к пленочная камера вот который при этом в таком это такой предвестник классических хороших мыльниц вот которые появились потом потом появились дешевые мыльницы так называемые но до этого олимпуса были прекрасные автоматически вылим мы лица уже в как бы современном дизайне а вот эти были олимпус 35 ac олимпус 35 rm олимпус 35 еще что-то на самом деле было достаточно много олимпуса вот такого вот формата с разными индексами вот можно наверное найти где-то в сети полный список и у других значит производитель в частности у кэнн и у минолты были вот точно такие же как бы дальномерочки небольшие компактные такие предвестники электронных уже мыльниц но электронно-плёночных мыльниц да там с автофокусом и прочим вот значит а большие случаев они оснащались объективами с 35-40 миллиметров с дыркой 2.8 иногда с 2 вот надо там посмотреть по специализации у меня собственно говоря такая попавшаяся мне в руку это 35 rc вот значит у нее есть полуавтомат съемка при приоритете диафрагмы вот можно выставлять соответственно чувствительность а пленки для этого вот наведение естественно ручное по совмещенному дальномеру вот ну и диапазон выдержек ручная 1.15 30 до 500 ничего в принципе сложного что хочется сказать вообще вот про камеры этой серии у канона есть такие точно такие же на вот как я уже говорил там но олимпуса своя отдельная серия это очень удобный вариант если вы сейчас хотите снимать на 35 пленку на узкую вот потому что имеет свой соответственно дальномерной дальномерную систему наведения то есть это все таки не шкальник вот но при этом не такая громадин как всякие автоматические монстры такие уже большие типа аля фэт и прочее то есть это достаточно компактная камера на цельнометаллическая и почти мета почти цельнометаллическая корпус веш внешне это давление из алюминия то штамповка из стали кажется не соврать нижняя часть фрезеровка или алюминиевое литье точно не могу сказать а вот значит для питания он использует где у меня что-нибудь чем можно откручивать вообще откручивать монеткой прорезь на не то всех именно в расчете под монетку вот для питания он использует это неправильно элементе кун уже сел вот он использовал ртутно-цинковой батарейки сейчас они есть под маркировкой rc57 они продают по моему его продает ice axe на авито есть у него встречаются на вот как и у большинства камер того времени у них экспонометр завязан на точность вольтажа батарейки на вот и именно на его как бы очень точную точное соответствие там 135 вольт по моему вот поэтому если вы внезапно задумаете использовать например lh44 который мне здесь стоит незачем вот либо батарейки для слуховых аппаратов вам придется переградуировать экспонометр вот в идеале покупается собственно говоря rc53 вот но им достаточно легко снимать без работы с автоэкспозицией то есть вы снимаете как обычным мануальным пленочником сами выставляете выдержку сами выставляете диафрагму вот этим вот колесиком положение of выключен соответственно экспозамер в положении а работает приоритет диафрагма который вы приоритет выдержки прошу прощения приоритет выдержки диафрагма автоматическая но здесь еще есть даже возможность снимать со вспышкой при этом тут есть вот здесь вот значит регулятор который можно задать собственно говоря мощные вспышки то есть 40 ведущие число 10 и 20 то есть можно например вот для этих олимпусов использовать такую красивую вещь как вспышки фуджика обе зеркальных фуджиков есть вот такая вот и fx 20 ведущие число у них 20 на вот если вы соответственно поставить его в режим один к одному вы получите 21 к двум соответственно получите 10 вот и она прекрасно будет с ней работать при этом он превосходно выглядит я даже снимал несколько пленок в таком варианте то есть вы ставите здесь переключатель на 10 вспышку вас одна вторая то есть ведущие число 10 можно снимать со вспышкой пожалуйста на вот то есть колесо выдержек не закрывается при этом вот значит затвор здесь центральный то есть можно снимать со вспышки на любой выдержки вот красненьким помечена 1 30 как вот как значит самая короткая выдержка на которой уже начнутся проблемы нас от смаза от дрожания как бы камеры на вот то есть пожалуйста можно использовать современные вспышки а вот по управлению все элементарно то есть снизу окно для гнездо для батарейки которые в общем можно использовать взвод спуск взвод очень мягкий очень приятный по крайней мере на моем экземпляре там очень несложный таскать механизм ну вот здесь у меня вкручена обычная кнопочка корейская китайская сибая да можно вот ее вставить как бы в таком виде то есть можно использовать тросики очень хочется вот но мне нравится как он выглядит с кнопочкой вот что у нас тут еще колесо выдержек в идеале вы выдержку вставляете до взвода но в принципе в данном случае по моему это не сильно критично вот счетчик соответственно счетчик включается каждый раз как только вы закрыли крышку сбрасывать каждый раз когда вы крышку откроете а вот рукояточка перемотки пленки обратно на катушку миленькая подпружиненка и что еще перед перемоткой соответственно нужно отключить шестеренку которая перетягивает пленку и это делается нажатием вот на эту кнопку если вы ее не утопите и начнете вот так вот мотать то вы порвете перфорацию на пленке ничего не намотаете вот поэтому всегда утопили и только после этого начинаете перематывать а вот по орган управления спереди я сказал то есть это работа со вспышкой работа автомата с батарейкой выключена ну это собственно говоря для автомата ну и диафрагмы с 2.8 до 26 для 40 миллиметрового объектива прекрасный набор диафрагм то есть 214 тут нафиг не нужно а вот вы снимаете в основном где-нибудь на 5 и 6 поскольку это хоть и дальномерный но поиспользуем зачастую аппарат ближе близок к шкальнику то есть ход объектив очень небольшой на вот движется только вот здесь вот передняя часть ну вот можно собственно говоря использовать как шкальник то есть вполне при желании тут достаточно точная шкала пусть и не слишком большая после пяти метров он уже уходит на на бесконечность а вот что тут есть спереди еще спереди у нас вот это вот колечко это установка чувствительности если вы работаете например у вас батареечка вы не сумели достать rc53 вы берете например батарейку для слуховых аппаратов она продается служит не очень долго потому что там ограниченное время работы такая батареечка который надо отклеивать язычок на вот и при нем я обычно где-то на стоп или два на стоп повышаю чувствительность если это 200 пленка я ставлю 400 вот можно опытным путем проверить сравнить с внешним коспонометром но вот в любом случае да всегда лучше сравнить с решением их спонометром данные вот выставить чтобы он не сильно врал вот это вот окошечко это собственно говоря светоприемник света фото фото диод а вот спереди еще остается у нас значит автоспуск ничего такого самый обычный автоспуск у меня он в отличном состоянии щелкнул отработал гнездо для вспышки значит маленький зацепочка для открытия вот внутри как и положено ничего сложного поскольку висят весь затвор в объективе легко чинится а вот заправка пленки тоже классическая только у меня по моему брата я неправильно вставил катушку прошу прощения то у меня учебная катушка для для смены и для обучения наматывания бачков я ее зарядил неправильной стороной сейчас я ее перед так и и намотал неправильной стороны вот я прекрасный человек мягко говоря да вот я ее намотал неправильной стороной зарядил неправильной стороной вот что значит мотать пленку после пары баклажек сидра сейчас я перемотаю и собственно говоря покажу зарядку на самом деле зарядка как ведь не отличается ничем от любых пленочных фотоаппаратов с одной катушкой то есть это не смена нужна только одна катушечка пластиковая собственно говоря то на которой у вас пленка вот так вот как бы пленка как бы катушка вставляем здесь совпадают все как обычно здесь вставляем у нас должен быть классический длинный язычок вот здесь всякие зацепочки для пленки мы вставили разок взвели убедились что шестеренки значит попали перфорацию вот здесь снизу закрыли все можно снимать с момента защелкивания затвора счетчик встал в с то есть в ноль и соответственно можно уже снимать счетчик туда 36 кадров если у вас соответственно пленка кончится раньше она просто как бы застопориться на взводе вот вы нажимаете разблокируете механизм перемотки и перематывать обратно в катушку так все после чего можно уже спокойно открывать и вынимать пленку нести ее на зарядку у нас на проявку ну либо проявлять самому вот у меня тут кое-где посыпался пролончик хотя камера до сих пор не светит несмотря на это очень хороший замок это световой вот самая обычная прижимочка гладенькая аккуратненькая все а есть еще даже синхро выход можно снимать с не вспышками на горячем басмаке а вспышками с помощью синхро кабеля то есть или например подсоединить какой-нибудь старый этот старый передатчик для беспроводной для поджига вспышек молодцы ребята сделано что два ушка которые либо ремень я предпочитаю как быть на таких маленьких камерах кистевую игрушку вот кистевой ремешочек я думаю я присоединю еще видео с перемоткой пленки с показом кадров с пленки которую я на нее снял недавно вот не могу сказать что это моя лучшая пленка собственно говоря просто купил по случаю кодек color побаловаться вот и не сильно заморачивался на сканировании собственно говоря это такой более современный по большому счету это более современный вариант смены только тут как бы посерьезный объектив чик сменен все таки триплет на вот он естественно как бы он может может наводиться дальномеру то есть там как обычно квадратик который нужно совместить до вращением вот но в целом это такой чуть более продвинутый вариант смена собственно говоря как его я и как вариант смены я и держу иногда что-то хорошо получается на него иногда что-то хорошо получается на смену они у меня такие взаимозаменяемые игрушки что-то еще относительно крышки здесь есть в принципе резьбовое соединение то есть можно присоединить вот здесь вот пионетик можно присоединить некоторые крышки либо этот некоторые крышки либо светофильтра но они должны иметь очень узенький бортик чтобы сюда пролезть есть например никоновские крышки здесь особо не держатся вот тут 42 резьба я не путаю 40 42 или 43 сейчас не буду ходить со штангель циркулем чтобы померить поскольку я не особо пользую на нем какие-то фильтры вот собственно говоря все прекрасная маленькая камера с которой можно просто побродить по городу поснимать как шкальником закрыл посильнее дырку там до 16 до 11 и выставил там ближе к бесконечности знаешь что где-то после четырех метров у тебя бесконечность начинаются вот поснимать на открытые портретики поясные например или даже ростовые вполне он себе позволяет это делать вот все прекрасно игрушки единственная проблема сейчас почему-то именно на эту модель ко мне обращающие люди типу я вас видел его но непонятно почему он так дорога стоит я начал смотреть на и бэй действительно его варианты на и бэй почему-то безумно начали стоить сколько-то лет назад давно его покупал районе или полутора или трех тысяч а сейчас они ниже восьми не спускаются я не знаю может быть косенко сделал но я не видел сделал рекламу этой вещи после олимпус там mg2 по моему очень разогламировал они ада взлетели в цене в один момент вот все хипстеры бросились покупать именно такой фотоаппарат как у косенко не знаю кто в этот раз разогламировал 35 олимпус вот но у него есть точно такие же неплохие аналогию повторюсь канона у соньки есть вот как правило не все однотипные с примерно одинаковым уровнем оптики зависимость конечно от конкретного экземпляра они легкие триста семьдесят если не ошибаюсь грамм то есть он весит примерно как как нынешние беззеркальные фуджики то есть если не ошибаюсь нынешний там x100 и весит в районе 400 400 или 380 грамм тут пожалуйста 420 чуть-чуть я собрал 420 да этот весит то ли 380 или 430 что-то в этом роде но смена до смена в полтора раза легче вот но он бакелитовый понятно вот поэтому если вам нравится легенькие беззеркал очки но хочется попробовать то же самое в пленке вот пожалуйста такие малыши разных фирм они прекрасно для этого подходит не сказать чтоб там мега великое качество было собственно говоря на объективе там скорее всего тесарчик честно говоря я абсолютно не помню какая там схема но скорее всего тесарчик навряд ли все-таки триплет триплет ну вот как то уже время триплетов на тот момент прошло вот но при этом при всем вполне хватит для сюжетных снимков ну вот у меня есть несколько неплохих снимков на 2 и 8 даже или там на 4 диафрагмы вот без особых проблем ну вот вполне приятный игрушечка чтобы с ней ходить носить и все такое прочее единственный недостаток сейчас это почему-то офигевшая цена на ebay вот но возможно где-то вы найдете дешевле опять же офигевшая цена именно олимпус я не знаю почему всякий канон наверное стоит подешевле вот и вторая часть марлезонского балета собственно говоря пленки снятые на олимпус вот это вчерашние снятая на длинные выдержки в пургу поэтому как бы все красиво смазано в пургу без красивого смазания совсем в пургу вот такое тут в основном конечно упор на цвет чем на все остальное это по моему не привел к пол контрастному виду картинку вот это ясный солнечный день все еще кодек color немножечко архитектуры настенной всякой вот это домашняя проявка домашний сканирование то есть он такой не слишком на высококачественно здесь можно увидеть собственно говоря степень размытия тоже такие уличные зарисовки на зарисовки в кафе тоже на вскидочку на вот так это как бы выглядит когда вы снимаете уже хорошо наведясь с нормальной выдержкой там 1 250 до 500 и на открытой диафрагме вот то есть вполне можно снимать опять же портреты уличные зарисовки попадать в резкость да тут такая хитрожопый вид скана это черно-белый если я не ошибаюсь фомапан 1 последний раз я на него снимал на узкий вот кодек портера то есть пожалуйста поясной портрет вполне себе прекрасно смотрится если вы как бы попасть в резкость тоже в общем то вполне можно вот достаточно закрытой дырки прекрасная волга а это я не ошибаюсь слайдовая пленка просроченный кодек кода хром вот но тем не менее пожалуйста портретные варианты на приоткрытых диафрагах все дальше осталось уже видео вот так вот примерно снимает эта камера